Всем привет дорогие мои друзья и сегодня мы поиграем с вами в новинку, которая называется Трайл. Добро пожаловать на тропу, ты собираешься отправиться в необычайное путешествие. Ну естественно собираюсь. Начнем со слов, сначала проведи влево вправо, чтобы менять обзор. Ну это легко. Так. Хорошо, смахни вверх, чтобы начать идти. Ну проще некуда. Так, что у нас тут за объявление? Эй путник, посмотри на меня, обернись, у меня красный зонт. Ага, ну я вижу тебя. Тебе нужен проводник, я перед тобой, за мной. Хм, забавно. Следуй за мной, путешествие начинается. Так, как сделать-то, я уже забыл. Что надо сделать, чтобы за тобой идти? А, вот что. Я помогу тебе добраться до находящейся поблизости реки и пересечь ее. Давай, подойдем к первой стоянке на тропе. Нажми на своего героя и не отпуская, проведи вверх и вниз, чтобы управлять скоростью. Попробуй пробежаться. Здорово, скоро ты сможешь раздобыть обувь и бегать еще быстрее. Ну я на это надеюсь. Сердце это твоя энергия, чем быстрее ты бежишь, тем быстрее она убывает. Следи за тем, чтобы она никогда не заканчивалась. Ага, тогда давай вот так вот сделаем. А то еще помрем нафиг. Так, в данный момент я вообще как бич. Приготовься к невероятному приключению. Иден Фоллс. Достаточно далеко. Так, мы идем в Иден Фоллс, ребята. И я выгляжу как полный бомжара. Без сандалий. Так, видишь гору? Вон ту. Тебе придется ее перейти, потому что прямо за ней Иден Фоллс. Ага, все понятно. Ребят, не знаю, что с музыкой. То ли в игре такая музыка, то ли у меня. Видишь столбы дыма? Они идут от разных стоянок. Угу. Прямо перед нами первая стоянка. Ага, вот он дымок, значит это стояночка. Понятно. Давайте дойдем. Что я там буду делать? Добраться до первой стоянки легко. Но очень скоро ситуация станет более напряженной. Так, что-то подлагивает у меня немного игруля. Что тут такое? Какой-то пикничок у нас тут собирается, да? Добро пожаловать в Траву Рест. Так, ну прибыли мы. Стоянка. Безопасное место. Там можно отдохнуть и восстановить энергию. Ага, энергия у меня восстанавливается. Это я вижу. Хватит отдыхать. Вперед. Ну куда ты так спешишь? Дай посидеть там еще немножко на пеньке. Куда ты разогнался? Сейчас энергия будет тратиться. Вот так вот, наверное, будет получше. Главное, она в сапогах с полным обмундированием. Это ракушка, возьми ее. О моем путешествии, да? Отлично. Так, давайте-ка глянем в настройки. Что тут у нас? Быстрое, красивое. Блин. Достижения. В общем, все понятно. Блин, не видно полностью настроек. Ладно. Где ракушка? Показывай. Ага, вижу. Ну что же, я забрал ракушку. Открой свой рюкзак. Нам необходимо отнести это на следующую стоянку. Давайте нажмем на рюкзак. Можешь складывать маленькие предметы в этот удобный карман. Клади предмет в карман, чтобы в рюкзаке стало свободней. Хорошо, теперь закрой рюкзак. А теперь давай двигаться. Попробуй собрать перед следующей стоянкой больше раковин, чем я. Ну, я думаю, у меня с этим проблем не будет. Что ты там не машешь? Блин, так прикольная, ребята, игруха. Графика мне нравится. Такая необычная. Так, ага, вижу еще ракушку. Надо ее забрать. Опа. Молодец. Я знаю. А это что у нас тут такое? Непонятное. Так. Ага, цели. Е-мое, слишком много целей. Ой, а в настройках ничего и нет, ребята. Ладно, все, пускай остается как оно есть. Продолжаем наш путь. Ты-тырить, тырить, тырить. Отлично, но смотри в оба, дальше будет больше. А что будет больше, ракушек или неприятности, а? Так, отличный улов. Я знаю. Так, что тут у нас еще? Так, впереди что-то непонятное стоит, ребята. Что-то мне это, ребята, не нравится. Что там у нас впереди стоит? Но мой проводник идет довольно лихо и ничего не боится. Значит, все должно быть нормально. Да, это человек у нас впереди. Похоже на женщину в шляпе. Ты побеждаешь. Вот, я дам тебе единственную свою. Чего, ракушку? Так, форус энтри. Так, и что здесь у нас? Ничего себе у него шляпа. О, привет, дорогуша. Меня зовут Беатрис. Я научу тебя делать разные вещи. Вот это уже хорошо. Но сначала тебе придется кое-что для меня собрать. Эта симпатичная пташка будет с тобой, пока ты не соберешь все необходимое. Ага, пташку мне дали. А потом она, душечка, вернется ко мне и расскажет, где тебя найти. Заботься о ней. Да, кстати, она обожает яблоки. Я тоже люблю яблоки. Так, собирайте новые. Поговорите с Беатрис, выберите задание, собирайте предметы. Когда подготовишься, дорогуша, уходи к следующей стоянке. Ну, я уже, в принципе, подготовился. Так, птичка тут сидит, да? Ну что же. Давай попробуем найти побольше раковин для Беатрис. Ну что же, давай попробуем найти. Где они здесь? А где мой проводник? Что, я уже все один иду? Ну, ладно. Эй, ты слышишь? Когда птичка чирикает, значит, где-то рядом предмет из задания. Так, я вижу, вижу, вижу этот предмет. Я просто хочу немножко посмотреть, как я выгляжу. Небритый, не стриженный. Да вижу я, вижу. Не кричи, пожалуйста. Так, собрали еще одну ракушку. О, еще одна. Отличная находка. У тропы чего только не найдешь. И все это стоит того, чтобы прихватить, ведь в пути все пригодится. Это точно. В пути все пригодится. Тем более мне. Так, ну что же. Вижу еще ракушку. А, это яблоко. Открой свой рюкзак. Давай-ка посмотрим на это яблоко. Рассмотри его внимательно. Для чего? Коснись предмета и удерживай его. Ну, яблоко. Яблоко можно съесть, чтобы восстановить силы. Почему-то не ест он у меня яблоко. А как его сожрать-то, елки-палки? Ладно. Хорошо. Теперь закрой рюкзак. Ну, это можно сделать. Мне просто интересно, что с яблоком-то делать? Как его кушать? Еда поможет тебе выжить в непростых ситуациях. Тут еще будут непростые ситуации, что ли? Меня это заинтриговало просто. Ладно. Идем себе спокойно по своей дорожке. Птичка молчит пока. Ага. Начала чирикать. Ну, где? Где тут? Так, ребята. У нас 9 из 13 ракушек. Уже 10. То есть, осталось всего 3 ракушки найти. Только вот где они? Где? Ага. Вижу, ребята. Вот еще одна ракушка. Отлично. А что там такое? Мини-игра охота. Что ты чирикаешь? Вроде ничего нету. Не вижу я ничего. Так, пойдемте, ребят, дальше. Почти все собрано. Осталось всего 2 раковины. Кролики тут бегают у нас по дорожке. Нормально. Так, энергия у меня тратится по чуть-чуть, да? Да, тратится, ребята. Сильно тут не разгуляешься. Ага, еще ракушка. Ну что, вроде все собрал, нет? А, еще одну надо найти. Кажется, птица голодна. Знаешь, ты можешь покормить ее яблоком. Да я бы сам не прочь поесть. Ну что ж, давай попробуем. Просто перетащи яблоко и отпусти на птицу, если хочешь ее угостить. Но она не хочет есть. Ах ты, ха, ей понравилось. Да я вижу. Слупенило целое яблоко. А вот как мне есть его, это загадка. Хм, непонятно. Почему-то я не хочу его есть. Ага, вот, ребята, как надо было сделать. Все, будем знать. Так, ну что, отправляемся опять в дорожку. Энергия вроде немножко подправилась. Так, что можно смело идти. Так, подождите, я забыл, как идти-то. Ага, вот так. Да, да, я понимаю. Босоногим тут слишком... Смотри, это енот. Еноты настоящие воришки. Куда раковину стырило? Ах ты, енот. Он наверняка прячется где-то рядом. Найди его и потяни за хвост. Вижу я его. Вот он. Блин. Ну. Тянул вроде как. Ну и почему-то... Ага. Так, вот и ракушка последняя у нас, ребята. И птичка улетела от меня. Так, и что же мне теперь делать? Идти, да? Ну, давайте пойдем. Так, о енотах. Они прячутся повсюду и таскают интересные предметы. Будем знать. Ага, вон и Беатрис у нас стоит. Ну, что же. Давайте отнесем. Ага, тут еще что-то есть. Кусочек кроличьего чего-то там. Короче, кусочек кроличьего меха. Ганнифер Хавен. Прибыли на стоянку. Ага, спасибо тебе за раковину, дорогуша. Теперь я научу тебя, как сделать пару макосин. Да неужели? Сначала открой меню изделий. Так, меню изделия вижу. Так. У тебя уже достаточно кусков, дорогуша. Просто замечательно. Перемести их на сетку изделия. Так, это значит у нас вот так. Вот так и так. Превосходно. Теперь потяни рычаг. Я получил елки-палки. Неужели макосины? Да, простые макосины. Изделие готовится. Открой, добавь, потяни рычаг и создается новое изделие. Пример свои новые макосины. Открой свой гардероб. Так. Натягиваю макосину, дорогуша. Я не дорогуша, я дорогой. Не писк моды, конечно, но ты уже выглядишь лучше. А еще благодаря обуви ты сможешь быстрее бегать. Вот это уже хорошо. Это уже хорошая новость. Что я могу бегать лучше. Ищи палки в лесу и я покажу тебе, как сделать топор. Так, ребята, игра какой-то уже смысл появляется в игре. Ну, по крайней мере, я в макосинах. В каких-никаких. Но это лучше, чем босиком. Ага, птичка ко мне вернулась. Палочку вижу сосновую. Так, кусочек меха. Яблочко. Давай-ка, давай, забираем. Ну, что ты чирикаешь-то все время, а? Нет вроде бы ничего пока. А нет, есть кусочек меха. Видишь, чем дальше мы идем, тем больше вокруг полезного. Здорово, правда? Конечно, здорово. Обожаю собирать веточки и шкурки кроликов. Надеюсь, у меня будут скоро и куртка хорошая, и макосины. Ого, ты собираешь кучу предметов. Так держать. Ну, надеюсь, у меня получится еще лучшее. Это что там у нас? А, это камни просто, да? А почему я не могу кролика схватить? А, требуется рогатка. Описание мини-игра охоты. Небольшое животное, которое встречается на тропе. Можно убивать и зарабатывать на них мех и шкуры. Это радует меня. Так, что-то там еще, по-моему, лежит, да? Так, кусочек меха. И вроде бы все. Дорожка на этом заканчивается, да? Нет, нифига. Хотя, да, закончилось. Ага, новый, новый пикничок. Ну, давайте присядем, отдохнем, энергию восстановим. Теперь сделаем макосины. Так я же уже делал. Опять? Ну, давай. Может быть, они изнашиваются? Отлично. Эта обувь хорошего качества. Гораздо лучше твоей первой пары. Надень-ка их. Ну, давай-ка надень. Да е-мое. Так, ребята, значит, здесь еще и улучшается обувь, помимо того, что я ношу. Точно. Здорово. Посмотрим, сможем ли мы продать твои плохенькие туфли на следующей стоянке, чтобы выручить за них немного чем-то. На следующей стоянке будет у нас магазин, что ли? Так, ладно. Давайте, ребята, отправляться в путь дорожку. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Как я чудесно бегу. А, по-моему, в моих макосинках что-то изменилось, ребята, да? Какие-то рюшечки появились. Так, ну что же, хорошо. И вроде иду я как-то пободрее. Так, а впереди там кто у меня идет? Какой-то путник. Так, собираем шкурки. Отлично. Смотрите-ка, он там что-то, по-моему, собирает. Да я вижу, птичка, я вижу эти палочки. Можешь не предупреждать, я не слепой. На-ка яблочко лучше съешь. Спасибо, как говорится, за подсказку. Еще будешь? Нет? Нет, я знаю, что хочешь. Так, давайте дадим ей еще яблочко. Вот так вот, молодец. Приятного аппетита. Тут попадается гораздо меньше предметов, чем обычно. Может, их собирает кто-то еще? По-моему, эти предметы собирает впереди идущий человек. Надо его догнать и посмотреть, кто это вообще такой. Так, шкурки поднимаем. Так, ребята, игрушечка немного подлагивает. Не знаю почему, вроде игра простенькая такая, а? Видать, ресурсоемкая. Вон другой путник. Теперь понятно, почему предметов меньше. Пойдем за ним к стоянке. Может, мы сможем что-то у него купить? Так, вот это уже интересно. Давайте-ка побыренька моего догонять. Ага, впереди, я смотрю, там еще стоит Беатрис у нас. Оп-оп-оп, какой я прям спортсмен олимпийский. Тропа до сих пор была довольно пустынная, но скоро мы встретим больше людей. Много любителей приключений отправляют сюда в поисках своего счастья. Да, уж счастья тут хоть отбавляй. Ну вот, ребята, и пикничок очередной. Ну и что, на этот раз у нас тут? Ничего себе, вижу, вы сделали кое-что новенькое. А ненужную обувь ты можешь продать зачем ты? Время торгов. Вперед. Так, и что тут? Положи обувь на ленту. Да что это достижение, задолбал, ничего не вижу из-за него. Да, он времени зря не теряет. Кажется, нашему другу очень нужна была обувь. Да, он времени зря не теряет. Понятно. Положи бумагу на ленту, она нам больше не пригодится. А с чего ты взял, что не пригодится? Может она мне пригодилась бы? Хотя бы на толчок. Ой, кажется, ему это совсем не нужно. Ничего, ты все равно получишь немного денег, даже если предмет перемалывают. Это последняя палка, необходимая для моего задания. Купи ее сейчас. Ну, купил. Продай еще что-нибудь, чтобы освободить рюкзак. Торговля скоро закончится. Нифига-то мужик продает. А как, а как мне? Эть, камень. Понятно. Так, поздравляю, тебе удалось выручить в торговлю больше других. Ты получаешь приз. Посмотри, какой. Ну, давайте глянем, что это за приз. Так, что такое тут у нас хорошенькое? Обожаю призы. Так, что это такое? Шапка, что ли? Войди во время торгов. Минимальная, максимальная цена. Продать, купить. Угу. Простая бандана. Это очень полезная вещь, дорогуша. Головные уборы увеличивают твою максимальную выносливость. Надень ее сейчас. Ну, это уже другой разговор, ребята. Конечно же, я одену. Посмотри, у тебя стало больше на одно сердце. Каждый новый предмет снаряжения увеличит твои возможности. Ну, уже совсем другое дело, ребята. Посмотрим на черчеж топора, который у тебя появился. А у меня уже что, черчеж топора есть? Хе-хе, я даже не знал этого. Так. Все черчежи изделий записываются в твою книжку. Выбери каменный топор. Выбрал. Отлично. Теперь закрой экран изделий. А как же топор-то делать? Не пойму я. Ну, давайте закроем. Пора в путь. И постарайся найти побольше палок и камней по дороге, чтобы мы могли сделать топор, дорогуша. Ага, значит, у меня не хватает ресурсов. Ясно теперь. Ну что ж, я пошел. А это там все сидит, да? Ну и пускай сидит. Посмотри на эту реку. Нам необходимо перебраться через нее, чтобы дойти до горы. Паромщик нам поможет. Эй-эй-эй-эй-эй, ты куда побежал, гад? Он сейчас у меня будет ресурсы тырить. Давай, беги-беги-беги-беги. Беги быстрее его. Ах, сейчас, наверное, убежит. А почему он быстрее меня бежит, а? В конце-то концов. Не учетом супер-макосины. Так, камушек нам пригодится. Яблочко. Так, еще камушек, да? И еще камушек. У тебя получается собирать предметы все лучше и лучше. Полезный навык для любого искателя приключений. Шкурки. Ага, енот, ребята. Енот идет. Опа, он типа спрятался, что ли, да? Да от меня ты не скроешься. Так, где-то здесь он должен быть. Вижу, гада. Ух ты, я этого не заметила. Кусок известняка я получил, ребят. Для чего-то он пригодится, наверное, нам. Так, а это что там, еще один, что ли? Что-то не выдирается, ребята, почему-то. Ну-ка, ся. Может быть, он просто убежал или так спрятался, что уже нельзя его активировать. Ладно, мы продолжаем свой путь. Ну, еще яблочко. Так, что-нибудь не упустить бы, ребятушки. А то у нас тут, как говорится, каждый предмет на счету. Ага, вон и Беатрис уже сидит, стоит. Беатрис уже ждет нас на следующей стенке. И как она попадает туда так быстро? Остается только удивляться. Может, все дело в птицах? Ты хочешь сказать, что она летает, что ли? Или чего? Так, южный пост. Слушай, мужик-то уже тоже здесь сидит. О, вижу, у тебя получилось найти материалов для топора. Попробуй поторговать и, может быть, ты сможешь купить все остальное. А что мне не хватает? Что мне нужно покупать? Ну, давайте выложим. Я не знаю. Отлично. У нашего любезного друга есть все, что нам нужно. Купи у него материалы. Так, 10, да, он предлагает. У меня пока 6. Так, что еще выложим? Давайте. Так, 6, 10, 16. Яблоко заберу нафиг. Вот так вот. Забираем палочку. И вторую. У других путешественников бывают на продажу очень ценные вещи. Продай еще что-нибудь, чтобы освободить рюкзак. Торговля скоро закончится. Так, а что мне продавать-то? Что? Что? У меня вроде все нужное. Так, палочки, камни. Ничего себе он отторговал. Что поделаешь, нельзя же постоянно выигрывать. На 568 чентов. Хе-хе. Ну и естественно он получает подарок. Теперь у тебя есть все материалы. Сделай каменный топор. Ну что ж, давай сделаем. Как он тут делается-то? Ага. Так, две палочки. И камень. Отлично. Вау, ребята, у нас каменный топор. Замечательно. Ну что же, ребята, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующей серии. Если, конечно, она вам понравилась, эта игра. Так что, ребята, пишите в комментариях, ставьте лайки. А на этом, ребята, я с вами прощаюсь. И до новых встреч, ребята. До скорого. До скорого.